Что-то меня в последнее время на правду тянет, это не тянет. В смысле правду говорить вам, а не жить на улице Правда. На улице Правда я жил до 95-го года. Потом уже мальчик стал взрослый, начал квартиру снимать, потом квартиру купил. К чему это я? Да к тому, что пункт А. Вот он район вокзала, улица Автомобилиста. По вокзальной едем и последний поворот в сторону Большой Цивилизации. Поворачиваем. Что видим? Апрель месяц. Во всем городе и в экологически чистых южных районах, где там поселок Звездный, снег уже растаял. Здесь вот он, белоснежный сугроб. То есть вопрос об экологии это в пользу все-таки севера города и Ленинского района. Сейчас, сейчас, подожди. Хотел чихнуть, но все равно правду говорю. Так что если чихну, то все равно в тему. Что касается количества автомобилей здесь. Автомобили здесь в будний день, да и практически в субботу, в два раза больше, чем в гостином дворе и в четыре раза у Джазмола. Потому что востребованный район вокзала. Потому что цены здесь реально низкие. Да что это я с соловьем-то распиваюсь? Точнее снегирем на белом фоне. Давайте послушаем о том, о чем люди-то говорят. Что вот здесь ищете? Да, мы вот за щеткой заехали на машину. Свежая зима, да? В апрель месяце? Да, да. Решили поменять. А часто здесь бываете? Да не часто, но изредка заезжаем. Что больше всего удивляет и что радует здесь? То, что товара много. То, что есть из чего выбрать. Немаловажный вопрос цены. Потому что цена сейчас иногда бывает и кусается. Кусается во многих местах, где заезжаешь. А здесь кусают цены? Да нет, в принципе. Нормально, приемлемо. Молодая, очаровательная девушка. В общем-то, задумалась о чем здесь, в вираже? Мне нужно купить гранаты на колеса, на машину. А что такое гранаты? Знаете? Ну, я видела. Такая кругленькая штучка. Мне муж просто сказал посмотреть, сколько здесь стоит. И вот я пришла. По пути, думаю, зайду сюда, посмотрю. То есть сейчас вот, допустим, никого уже не удивишь, да? Что человек за рулем, такая очаровательная, красивая девушка, уже знает немножко конструкцию автомобиля, получается, так? Конечно, я ему уже помогаю делать. Он уже менял эту запчасть. Я ему помогала, принимала. А почему приехали сюда? Ну, мы заехали по другому поводу, так скажем. В соседнее дело. Сюда уже зашли по пути. Узнать цены. И как цены? Приемлемые. Обычное явление – это женщина, которая заходит чуть-чуть пониже. Там другие материалы. Вы вот зашли в автомобильный магазин. Почему? Ну, потому что автолюбитель. Вы автолюбитель? Да. То есть сейчас женщиной за рулем никого не удивишь? Нет. И вас в том числе тоже. Вы очень много передвигаетесь по городу. То есть знаете, что половина уже на дороге за рулем женщины. А, казалось бы, для женщины надо главное сейчас задуматься о косметике, о парфюмерии. А о чем вы сейчас вот задумывались? Машина тоже, женщина тоже нуждается в косметике. Сервис автомобильный у вас, да? О, нет, не сервис. Племяннику купили машину. А премянника можно сюда позвать? Вы вот как бы молодой человек, но мне кажется, что молодые люди сейчас не умеют ничего делать. Умеют. Почему? А что умеем делать? Всему, чего научат. То есть, ну, допустим, заменить генератор, шаровую, это можно? А это я не верю. Научим. А мы научим, да? Мы научим, всему научим. Естественно, без хорошего инструмента, но мы помним, то самое время, 20-летний опыт работы и катания на отечественных автомобилях подсказал, что без инструментов в дорогу никто не отправлялся. Сейчас... ВАЗ-2115, поэтому приобретается инструмент и все к нему отношения прилагающиеся. Это реально, я думаю, экономика, когда все своими руками, да? Ну, как? Люди молодые, должны чему-то учиться, что-то мы должны уметь делать. Вы, наверное, помните то время, когда ключ на 13 был редкостью, ключ на 10, помнится, краник такой был в вазике, который надо было... Торцевой, 8-10. Да, 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 да. А как его снять, это была вообще сказка. Вот. И был еще такой гаечка, которая на коробке была такая сверху, там удлинительная, двухметровая была. Сейчас вот сердце радуется, когда инструментов много. Да, поэтому приехали сюда. Большой выбор. Очень хороший магазин. Вот как-то так и получается. Люди говорят, да и не говорят, а поют. При виде шикарного ассортимента и на удивление низких цен. Ну и естественное желание на халяву, да и за даром никто не отменял, поэтому цены скромно так и приемлемо, но реально-то получается, что в целом экономия 2, 3, 5, а то и 10 тысяч рублей. И это существенно. Если ориентироваться на моднячью авторезину к сезону, да и на заказ. Заказ тем более актуален, зная, что лето, а точнее период безопасной эксплуатации автомобиля, в этот сезон на летней резине начнется в середине мая. Угу. Казалось бы, до весны еще далеко. Это сказал Леша в апреле месяце. Да, когда она настанет? Да, наверное, скоро она станет. И очень скоро у вас возникнет вопрос. Как бы покататься побыстрее и побезопаснее? Ну, самые одаренные приедут именно сюда. В смысле, одаренные, продвинутые, потому что амбициозные планы фирмы Вираж М, ну, фирма получается, не только магазин, подвинуть конкурентов, они вот воплощены в жизнь. И у нас есть хака на 18, на 18, на 18, на 18 хака с индексом R, 240 км в час, и быстрее, о, 300, простите. Вот. По цене на 18, на 18, да, не только правильная. 8,5 тысяч рублей. Ну, это для тех, кто на 18 никогда ездить не будет, кто предпочитает ездить на 13-й резине. Она дивно дорогая, типа. Вот. Это одно корресо тоже. Ноккин Хакапперита Грин стоит 1850 рублей. Это вот эти типоразмеры. Для типов автомобилистов, которые, наконец-таки, должны понять, что отечественные тазики могут эксплуатироваться и должны на импортной, качественной резине. Типа, Гутьер, Йокогама, Мишлен, Ричстоун. И на топовую версию, на 14, цена 2-300, с небольшим. Естественно, весна, это время, когда вы хотите попробовать помыть свой автомобиль. Автомобиль моется либо под высоким давлением, либо в речке, извините, 200, может быть, 300 литров воды. Это мой вам рецепт. Если речки нет, а есть 40-литровая фляга, то есть и мини-мойчики. Ну, такие. Переносные. Все, пора ездить на чистой машине. Что еще порадовало, так это, естественно, те самые замечательные цены здесь, в гараже M. Сколько стоит 0,5 шампуня? Head and shoulders. Ну, рублей, наверное, 150. Не знаю, не покупал давно. Сколько стоит 30 литров автошампуня? Всего лишь в 10 раз дороже. Кстати, то, что растеряли многие, но на чем сделали упор специалисты натоптанного центра Virage M. Это инструмент. Из собственного, уже теперь богатого опыта работы с профессиональным инструментом скажу. Без него как без рук, а с ним легко. Утру непомерные амбиции большинству автослесарей и автоэлектриков, автоманагерам, приемщикам, шкуродрателям. Этим инструментам амбиции снимать ни за что лишние бабосики забиваются легко и в подходящее место. То есть и тут чистая экономия. Вот такие дивные бумажки обычно вешают на видное место. Называется «Красный угол». И настоящий сертификат свидетельствует, что магазин Virage M является официальным пунктом продажа. Масил Кастрол. Все нормально. Кастрол здесь настоящий и не левый. Вообще, как бы слово «левое» надо забыть. Вот за моей спиной масла «Лукойл». Прошлый материал все-таки сподвиг на то, чтобы фирма «Лукойл» и такой сертификат дала магазину «Вираж М». Естественно, цен на «Лукойл» дороже 699 рублей за синтетику не может быть в природе. Точнее, может быть, если это другие продавцы. Ну и для самых продвинутых есть масла «Матюль». А с чего вот я сегодня? Столько оптимизма. С того, что такие вещи, как замена масла, взамен шару, в принципе, можно делать в целом. Ничего страшного нет. Были бы желания, и руки бы росли из того места, откуда они должны расти. То есть, ну, понятно, что 20 лет назад приспособы нужны были. Сейчас приспособы есть, инструменты всякие. Не особо радует за то, что магазин «Вираж М» в скором времени поможет не только авторюбителям, но и строителям. Здесь появится богатая мейка. Ермаковских инструментов. Данный конкретно перфоратор. Сейчас проверю цену. Да, вот она. Стоит 3000 рублей. Ну, 2987. То есть, оптимальный вариант для тех, кто ремонтирует и квартиру, и строит гараж. Что очень актуально. Я-то вообще сюда чисто случайно попал. Не, ну, я, конечно, лукавлю, я тут штативом работаю. Но, кое-что я себе присмотрел, и кое-какие мысли появились. И первая мысль – это то, что существуют магазины, которые женщин пускать нельзя. Ни в коем случае. Потому что, ну, вы пропадете. Замерзнете на стоянке, ожидаючи. А есть магазины, в которых, ну, извините, мужиков пускать нельзя. Потому что женщины, даже со своим долгим шоппингом, нас не дождутся из этого магазина. Ну, небольшой пример. Бескаркасная щетка. Кстати, в преддверии смены сезона нужно и щеточки поменять. Так вот, она включает очень много марок. Но я нашел для себя. Моя Рено Кангу. Пожалуйста. Одна такая стоит 198 рублей. Я купил фильминный комплект. Потому что не знал про этот магазин. Ну, там цены на порядок выше. Чехлы. Автокомфорт. А, нет, автопрофиль. Здесь тоже спецификация написана. Рено Кангу. А я их долго-долго искал. Нигде не мог найти. Знал бы про этот магазин. Ну, и в завершении нашего маленького обзора. Солнцезащитная шторка. Цена просто меня не то, что поразила. И свалила на повал. Ну, в общем, сами судите. 47 рублей. Да. Ну, и вот для нашего очень короткого, бывает, однодневного уральского лета. Ну, очень жаркого. Есть на лобовое стекло. Тоже солнцезащитная штуковина. Раньше мы за нее великие пищи платили. А сейчас, ну, на очень маленькое лобовое стекло 78 рублей. А на то, что побольше, 94 рубля. Судите сами. Если женщина заходит в магазин и не понимает, что ей нужно, то мужик идет точно за тем, что ему надо. И в итоге, ну, по крайней мере, в моем исполнении, на шоком времени трачу на порядок меньше. Что не скажешь про магазин «Юрашина». Не так давно я заходил в очень крутой торговый центр. Откуда вы зачем-то выперли магазин стендового моделизма. Пробовал себе, ну, всякую мелочевку найти на тысячу рублей. Ну, был рублик лишний. Думаю, что-нибудь приятное для себя возьму. Понял, что меньше трех рублей я там вообще не человек. Хорошо, сюда зашел, думаю, давай, упакуюсь. Да, мало то, что время здесь потерял. Ну, не потерял, а пользу. Сколько товара на тысячу рублей? На птичка фест. Или профит, не знаю, как называется. О, очень полезная штука. Да это я все полезное сделал. Вот, трост буксировочный. Тысяча рублей. Это я все вместе. Вот. Ну, бизнес, надо займусь. Тут машины парировать. Если, в конце концов, телевидение не попрет. С такой бутылкой, ну, штук на 20, может на 50 хватит. Являюсь чемпионом мира поезде на желтую лампочку. Воронка. Да. Последние 200 рублей не знал, на что потратить. Честно. Тут просто тупо ходил. Вот. Инструмент такой. Ударная отвертка. Вот так называется, в хозяйстве пригодится. Ну, чтобы двери снимать с петель. Без нее-то никак. Ну, естественно, куда не зарастет народная тропа. Да сюда, здесь, на автомобилистов, что по вокзальной. Если в сторону Соленого, то после Ситна направо. Если в сторону вокзала с Соленого, а это для гостей из пригорода, после двух мостов налево. И здесь, и Альберт Павлов, и Вираж М, и скоро колбаска, сыр и вкуснятка. В общем, как-то внезапно. Стратегический запас Магнитогорска, растащенный и попиленный, стал стратегически важным местом для людей, привыкших экономе, не стеснять себя в качестве и покупках.